Мне как-то написали комментарий под видео. Я цитирую. Не могу смотреть ваши видео, потому что, когда вы едете за рулем, я постоянно нервничаю. Ставлю вам дизлайк за то, что я смотрю такие видео и нервничаю. Минуточку внимания. Все, кто нервничает, когда смотрит видео, где я за рулем что-то рассказываю, ребята, закрывайте глаза. И просто наушники, и слушайте, не осмотрите, не осмотрите видео, а слушайте видео. Понеслась! Здравствуйте, я Дмитрий Трофимов, и сегодня будет тема словесная импровизация. А именно новое я дам вам упражнение по словесной импровизации, благодаря которому вы еще круче станете отжигать, рассказывать истории, как-то цеплять собеседника своими словами, предложениями. И вам будет кайфово, потому что вы будете рассказывать то, что вас тоже цепляет. Вы помните упражнение «Мастер одного слова», где вы говорите о слове и стараетесь об этом слове, о теме говорить максимально столько, сколько вы можете. Сначала там 2-3 минуты у вас получается, потом 5, потом 10. Помните, да? Ссылка только что появилась на это видео, и вы можете посмотреть это видео. А сегодня я вам дам логическое продолжение этой техники. Вы можете чередовать. Можете один день потренироваться сначала по «Мастеру одному слову», а в другой день вы можете потренироваться по этой. Либо вы можете сразу сначала потренироваться по «Мастеру одному слову», а потом уже по этой технике, которую я вам дам на протяжении дня, например, по 5 минут в день. Достаточно. Окей. Техника называется «Последнее слово». Ваша задача. Вы можете взять любое слово, любую тему, но, например, я вижу сейчас облака, или я вижу дорогу, я вижу автомобили. Давайте я возьму слово «пусть будет дорога». Ваша задача на протяжении сначала 30 секунд говорить о слове «дорога». Поехали. Мне нравится ездить за рулем по дороге, особенно если дорога у нас отремонтирована, я могу спокойно, никуда не спеша перемещаться по этой дороге. Мне нравятся большие широкие дороги, потому что есть в некоторых городах узкие дороги, а я люблю именно широкие, такие с размахом. Ну, допустим, я поговорил 30 секунд о дороге. Так вот, последнее слово, на котором я остановился, вы включаете таймер, да, естественно, 30 секунд. И на последнем слове, на котором вы остановились, например, «И мне нравится, когда дорога не узкая, а именно широкая». Слово «широкая». Вы остановились именно на этом слове. Теперь ваша задача говорить на протяжении 30 секунд именно о слове «широкая». Либо можно склонять, пусть будут широкие, либо широкие, либо широкие. То есть давайте упростим немножко. И вы начинаете говорить. Широкая была как-то река. Я подхожу к этой реке, и мне так захотелось плавать в этой реке. Но я понимаю, что она широкая, и я могу утонуть, и поэтому я плескался у берега. И допустим, вы проговорили именно 30 секунд. Какое последнее слово, на котором вы остановились? Пусть будет у берега или берега, да? Значит, тема у нас берег. И теперь я говорю о береге. И все то же самое. Давайте. Первый уровень. Вы говорите 30 секунд о слове. На каком слове вы остановились? Вы берете это слово и тоже говорите 30 секунд. Ваша задача между словами и темами не больше 5 секунд. И в таком темпе вы должны продержаться 10 минут. Как только вы смогли продержаться 10 минут, мы усложняем. Теперь вы говорите 1 минуту на 1 тему, да? Одно слово. И вы не склоняете на том слове, на котором вы остановились. Вы не склоняете и продолжаете уже что-то говорить именно в таком склонении. Допустим, она хотела, чтобы я спел ей песню. Значит, вы так и говорите. Песню я буду петь каждый день, потому что мне нравится петь песни. И я выбрал те песни, которые я хотел бы петь. Слово теперь петь. Петь он научился совсем недавно. Но когда все-таки у него это получилось, он понял, что он лучший. Лучший самый сыр я ел у своего друга, потому что он его приготовил со вкусом и любовью. Любовью он занимался постоянно. Обязательно этот мой соседский кот с моим кактусом. Да, и опять кактусом. И вы продолжаете это говорить. Ваша задача говорить на протяжении минуты об одном слове. И когда вы переходите на следующее слово, вы его не склоняете. И говорите, опять же, продолжаете говорить на протяжении минуты. Но стартуйте именно с тем склонением, на котором вы остановились. И давайте еще один бонусный уровень, который вы тоже можете тренировать по этой технике. Ваша задача говорить одно предложение. Вы сказали одно предложение, например, я вижу облака, и эти облака мне нравятся. Допустим, это будет одно предложение. Теперь следующее слово «нравится». И ваша задача тоже сказать одно предложение с этим словом. И опять же, вы берете последнее слово в том склонении, которое оно есть. И ваша задача продержаться в таком темпе на протяжении тоже 10 минут. Вот эти три уровня в этой технике упражнений. Ваша задача тренировать каждый день. И ваш мозг просто еще круче прокачается. Потому что вы сможете в любой момент, в любой ситуации поддержать любую тему. Потому что вы стали крутым именно в этой технике. Плюс, если вы прокачиваете еще мастера одного слова, ну вы просто бомбически крутые. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал, у меня есть инстаграм, у меня есть страница ВКонтакте. У меня есть паблик, у меня есть видео, которое вы смотрите. Вы уже подписались на мой канал и поставили лайк под этим видео. И, конечно же, написали комментарий. Дима, спасибо, я буду каждый день тренироваться. Пожалуйста, ребята, тренируйтесь, чтобы я не просто так давал это видео. Я не хочу, чтобы вы просто... Да, Дима, это вам было интересно, давай следующее видео. И дальше продолжайте кушать свои пельмешки, либо роллтон. Я надеюсь, что вы не просто смотрите, а записали все. И начали тренироваться каждый день, чтобы стать еще лучше, еще круче, еще сильнее, еще мощь. Пока-пока, ребята. Пока-пока. 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 Пока-пока.